Да. Вы говорили, что не знали, что историю пишете, что вас настраивали, что чемпионат мира главное. Я могу сказать, что для нас давно мечта была, что когда же наконец-то мы будем встречаться со сборной профессионалами. Но была себе мечта, потому что встретились две школы разные. Это европейская и северная. Американцы дождались. Вот сейчас прошло 45 лет. Ждем еще, когда бой 50, может повториться такой же массы. Уровень мастерства был потрясающий. Смотришь на игры и выражаешься. Нет, ну так вот были звезды. Звезды. Тренеровые. Такие. Убирали две сильнейшие команды. В сборной советской цели, в сборной Канаде. Почему три матча подряд проиграли в Москве? Болельщики сейчас интересуются. Интересно? Интересно. Мы думали, что при такой маленькой площадке, которую мы выиграли в Канаде, мы думали, что при Москве на большой площадке мы их проиграли. А получилось все на поле. Значит, не судьба. Не судьба? Еще ломают голову, если бы был Фирсов. Что-то изменилось бы? Ну, я думаю, что, конечно, они рано закончили играть после Олимпийских игр Саппора. Они могли бы еще смело играть. Он добудет, да? Ну, я думаю, что они пошли, как сказать, с согласия, что ушли такие ведущие тренеры, как Аркадий Иванович, и на итоге уходим. Александр Николаевич, ваш уголов не хватило в сборной? Лучший бомбардир за всю историю сборной. Ну, а что он сделал? Значит, как Мишка Евдокимов сказал, не судьба. Говорят, что наш хоккей российский сейчас становится больше похож на канадский, а канадский берет у нас. Правильно. Канадцы играют в наш современный хоккей, а мы играем в канадский. Старый. Старый, да. Вот и все. Потеряли немножко свое, да? Потеряли очень много. Ну, если сейчас собрать всех лучших наших и всех лучших канадских на данный момент, игроков, это будет сопоставимо в той серии? Я думаю, что нет. Класс уже, да, Нилаш? Кто из современных хоккеистов мог бы в ту сборную вашу по духу войти? Там Саша Овечкин? Есть такие ребята, там Малкин, кто-то мог бы вписаться по духу, соответственно, в той команде легендарной? Я не тренер. Партнеры? Между прочим, решает тренерский сайт, а не команду. Вопрос гипотетический. Вы смогли бы в одном измениться с Сашей Овечкой? Ну, между прочим, в свое время перед отъездом и перед, когда он попал в команду Московского «Динамо», он тренировался с нами в русском «Динамо». Видели сразу, да, что большой человек растет? Ну, не сказать, что сразу же. Потому что он с нами тренировался. И, между прочим, и что он попал в Московское «Динамо», и НХЛ, чуть-чуть помог ей. По НХЛ тоже? Да. Как? В чем? Как вы готовили? Секреты. Что скажешь о нынешнем «Динамо»? Потому что она так идет неплохо по турнирной таблице, так характер есть. Проблемы были, но вот, несмотря на это, все, высоко стоит команда. Я бы не сказал бы, что закроют, потому что подряд проиграть три игры. Ну, там, ЦСКА. ЦСКА, магнитки и Челябинск. Значит, стабильности еще не хватает. Ну, пока нет такого лидера команды, который был заводил. Тарасов может вырастить. Ну, я посмотрю. Ну, пока еще нет такого лидера. Спасибо. Спасибо большое. Ну, отлично. Вы скромно, но как есть причем. Мы там не сделали такой сайт, совсем не сделали все видео, все фотографии. И вот там всякие еще картинки. Какой у нас сгибали? Сгибали.